Добрый вечер! Это прямой эфир новостей ТВК. Меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных на наш взгляд событиях этого понедельника, 12 февраля и в начале главной темы выпуска. Добрый вечер! Похолодание в режиме неблагоприятных медиаусловий. Когда подует ветер и ждать ли потепление на этой неделе? Прогнозы специалиста гидромедцентра в прямом эфире. Добрый вечер! Поисково-спасательная операция завершена. Выживших нет. Хронологию событий восстанавливала Виктория Столярова. Получасовая запись бортовых самописцев. После безуспешных переговоров с экипажем диспетчеры будут просить самолеты, летающие над подмосковным Раменским, с воздуха осмотреть возможное место крушения Ан-148. Рейс 703 из Москвы-Ворск вылетел в 14.21 по местному времени. Но спустя всего 7 минут после взлета воздушное судно пропало с радаров, а пилоты перестали выходить на связь. Еще через несколько часов поисково-спасательные операции превратились в просто поисковые. Спасать было некого. Обломки лайнера нашли неподалеку от села Степановское Раменского района Москвы. Желто-черные детали самолета в фирменной раскраске саратовских авиалиний обнаружили в радиусе 1 километра. МЧС уже опубликовала список всех, кто находился на борту. 71 человек, 6 членов экипажа и 65 пассажиров погибли. Среди них трое детей. Самой младшей пассажирке было всего 5 лет. Здесь в зоне чрезвычайной ситуации мы планируем основной этап поисково-спасательных работ осуществлять в течение 7 суток, потому что очень большая площадь разброса обломков самолета, тяжелый снег и непростой рельеф местности. Как пишут федеральные СМИ, со ссылкой на очевидцев, борт загорелся еще во время падения. Это запечатлели и уличные видеокамеры. Самолет саратовских авиалиний изготовлен в Воронеже 8 лет назад. По авиационным меркам, говорят специалисты, для воздушного судна это совсем не возраст. Тем более, что Ан-148 техника, которая всегда отличалась надежностью. А у этого лайнера календарный срок службы составляет 30 лет. Здесь можно только понимать, что какие-то трагические случайности по возрасту воздушного судна. Нельзя сказать, что оно возрастное. Это достаточно сверешено. Что произошло на самом деле, предстоит выяснить правительственной комиссии и Международному авиационному комитету. Пока единой версии нет. Среди основных называют ошибка пилота, неисправность датчика скорости или возгорания двигателей, погодные условия, а также возможное обледенение лайнера. Известно, что у разбившегося самолета это был 28-й перелет за неделю, а рейс Москва-Орск должен был стать четвертым почти за сутки. Изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии». Допрашиваются ее сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта Домодедова, готовивших воздушное судно к полету и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна». Сегодня в Оренбургской области объявлен день траура по погибшим. Виктория Столярова, Новости ТВК. Среди погибших во век катастрофе оказался и депутат Норильского городского совета Сергей Панченко. Информация об этом опубликована на официальном сайте местной администрации. Народному избраннику было 44 года. Как сообщается на сайте, Панченко был в списке пассажиров разбившегося Ан-148. Он направлялся в командировку. В Норильск Панченко приехал в 1996 году. Депутатом горсовета был избран в сентябре 2017. Также он возглавлял некоммерческую организацию агентства развития Норильска. У Сергея Панченко остались жена и двое детей. Мэр Норильска и председатель совета депутатов уже выразили свои соболезнования семье погибших. За чистое небо с таким лозунгом сегодня около 100 красноярцев вышли на несанкционированный митинг. В 11 часов утра люди собрались на площади революции. Многие пришли в масках и взяли с собой плакаты. Организаторы признаются, не ожидали, что придет столько человек. Тем более в будний день. Я не преследовала цели собрать тут 8 тысяч человек и устроить тут марш-пикет с перекрытием вообще жизнеобеспечения города. Поэтому и согласовывают. Но я откуда знаю, после моего призыва придет 5 человек. 5 человек я должна согласовать. На митинг пришел и исполняющий обязанности министра экологии края Владимир Часоветин, который пытался ответить на вопросы каждого. Почему нет гатификации в городе Красноярске? Когда это будет? Да никогда это не будет. Сроки, к сожалению, сейчас нет. Давайте быть реалистами. Жители правобережья начали копить мусор, причем не по собственной воле. Управляющая компания «Новый вектор» не выполняет свои обязанности по уборке территории вот уже второй месяц. Возле дома номер 3 по улице Квартальной на четырех мусорных площадках забиты не только баки. Отходы люди оставляют уже возле контейнеров. Вот что говорят местные жители. Вот с 23 декабря, где-то до Нового года нас хорошо вывозили. Ну, после Нового года, естественно, здесь маленько было грязновато, но потом опять ничего. Ну, вот уже как два-полтора месяца вот такое вот постоянно творится. На месте наша съемочная группа позвонила в управляющую компанию. После обращения коммунальщики обещали не только вывезти мусор, но и изменить график уборки территории. На данный момент у нас график три раза в неделю вывозится, а завтрашнего дня будет мусор вывозиться пять раз в неделю. Скажите, сегодня можно вызвать людей, чтобы все эти четыре свалки, я не могу назвать это просто мусорными баками запомнить, а свалки просто. Четыре свалки, чтобы сегодня вычистили. Завтрашнего дня. Хорошо. Мы будем проверять завтра утром. Также ждем в прямом эфире. Пишите на смс-сервис 9020 в начале ТВК, в группу новостей ТВК ВКонтакте, а также в вайбер, ватсап и телеграм по номеру 8-923-165-45-00. Парковочные карманы на проспекте Мира могут вернуть. Об этом новостям ТВК сообщили сегодня в мэрии. В департаменте городского хозяйства рассказали, сейчас разрабатывается проект благоустройства центральной улицы. Он будет реализован в этом году, а подготовить все документы и объявить аукцион планируют уже в середине марта. При этом, по словам чиновников, вопрос с парковками на Мира еще не закрыт. Архитекторам поступает много обращений от предпринимателей с просьбой парковки вернуть. Бизнесмены поясняют, из-за того, что посетители не могут оставить свои автомобили на улице, в итоге они уезжают, а заведения теряют выручку. В мэрии рассказали, если примут решение вернуть карманы, то деньги на это вновь выделят из городской и краевой казны по программе городского благоустройства. К слову, в рамках этого проекта в этом году в Красноярске появится 10 скверов в разных районах города, где именно появятся зеленые зоны, решат сами жители. В ближайшее время пройдут открытое обсуждение проектов будущих скверов. Там каждый житель может нести свои коррективы. Окончательный перечень скверов, которые будут благоустроены в этом году, объявят после народного голосования 18 марта. Для нас важно, чтобы это был отклик населения. А вообще, мы будем делать крен в развитии города в этом направлении? Или людям это неинтересно? Поэтому почему необходим вот это массовое участие, вот это неравнодушие со стороны жителей города? То есть для нас это будет очень серьезным индикатором для выбора дальнейшей политики. Через две минуты в новостях ТВК наша рубрика «Это вам не Сочи». Дневники Олимпиады расскажем о том, что происходит в Корее. А через 12 минут история женщины, которая прямо сейчас отбывает наказание за убийство своего молодого человека. Она рассказывает, он ее унижал и оскорблял. Может ли убийство быть оправданным? Не переключайтесь. Первые медали и первый мировой рекорд за событиями зимней Олимпиады Пхенчхани следили Илья Филонов и Кирилл Горбаченский. Подробности в рубрике «Это вам не Сочи» и дневники Олимпиады. Три дня соревнований позади. В копилке нашей команды новые медали, однако западные соперники относятся к нам по-прежнему. Сегодня мы с моим коллегой Ильей Филоновым наблюдали за событиями Олимпиады. Ну и хочется начать с хорошей новости. И наконец-таки хорошая новость есть. В копилку нашей команды упали первые медали. Ну сейчас общий неофициальный медальный зачет выглядит вот так. На первом месте расположились немцы. В принципе лучший расклад для команды, какой бы то ни было. На втором месте Голландия. У них пять медалей и замыкают тройку лидеров американцы. Два золота, серебро и бронза. Нужно сказать и про наших. Бронза в нашей копилке благодаря представителю шортрека Семену Иллистратову на дистанции полторы тысячи метров. Ну а наши фигуристы, ты следил за ними? По-моему это вообще вау. Потому что Женя Медведева, она по-настоящему наша звездочка. За счет нее, я думаю, кстати, мы и взяли серебро. По большей части настолько легко, артистично она так двигалась по льду. Это, мне кажется, не спорт, а настоящий большой театр. Кстати, она же обновила мировой рекорд. И будет просто преступлением не показать отрывок ее выступления. Но на этом, к сожалению, поводы для гордости и заканчиваются. Напряжение между россиянами и западными странами растет. Красноярский скелетонист Никита Трегубов так высказался об отношениях соперников в Олимпийской деревне. А все потому, что Международный Олимпийский комитет не пустил на игры нашего красноярского скелетониста Александра Третьякова, даже после того, как спортивный арбитражный суд признал его чистым. Общее негодование разделяет и латвийский скелетонист Марти Сдукурс. Он признался, что не понимает, почему оправданный судом Третьяков все же не допущен в Корею. Но, видимо, этот вопрос будет решаться уже в кабинетах Международного Олимпийского комитета. А в эти самые минуты проходят соревнования в мужском могле, где наш Александр Смышляев продолжает претендовать на медали. Также нас ожидает мужской биатлон на 10 километров, а также женский конькобежный спорт на полторы тысячи метров. А завтра нас ожидает мужской и женский спринт в лыжных гонках, и женский шорт-трек на 500 метров. Ну, а мы желаем нашим спортсменам удачи. О результатах расскажем уже завтра в 20.00 в дневниках Олимпиады. 350 рублей на семью из трех человек. Именно столько стоит приготовить традиционное блюдо масленичного стола – блины. Об этом сегодня сообщили в Красноярск, кстати. Отмечу, что именно сегодня началась масленичная неделя. По подсчетам статистиков, в этом году, в сравнении с прошлым, приготовление блинов подешевело на 17-20 рублей. Это связано с тем, что подешевели основные ингредиенты – сахар на 17%, подсолнечное масло почти на 12%, яйца на 9%, мука на 8%. При этом специалисты зафиксировали еще и рост цен на продукты. Стоимость сливочного масла выросла на 6%, а молока на 3,5%. Готовить рыбу и создавать модели на 3D-принтере. Сегодня в Красноярске в пятый раз стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в рамках мирового движения WorldSkills. Это соревнования между учащимися различных техникумов. В этом году в конкурсе примут участие сразу 400 студентов. Оценивать их будут эксперты со всей России. Впервые в чемпионате принимает участие юниорская группа. Это 16 лет и моложе, тут чащееся в образовательных учреждениях или центрах дополнительного образования, которые ведут профильную подготовку. Сегодня у участников был тренировочный день. Основной конкурс стартует завтра, но на кулинарных площадках соревнования начались уже с утра. Я в первый раз участвую в таком масштабном конкурсе. Готовился несколько месяцев. Буду готовить семь блюд. Я вообще ожидаю очень сильно победить и продолжить дальше карьеру в WorldSkills. Может быть, даже когда стать экспертом. Чемпионат будет проходить с 12 по 16 февраля в МВДЦ «Сибирь». Победители регионального этапа получат денежные призы, а также будут представлять наш регион на всероссийском чемпионате. Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске вновь ввели на три дня. Ситуация может улучшиться только к вечеру четверга. Сейчас на прямой связи со студией специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Иван, добрый вечер. Говорили о возможном похолодании. Так вот, в четверг ветер подует и унесет ли он холод? Надо сказать, что все-таки изменения ветрового режима ждем все-таки в пятницу. Да, действительно подует и антициклональный режим, который сегодня днем над городом сформировался, он разрушится и температурный режим придет в более привычные для нас умеренно положительные значения. И ветер станет немножко посильнее. Но сегодня действительно над нами сформировался обширный антициклон. Центр его, правда, располагается над севером Западной Сибири. И вплоть до пятницы он обусловит в городе преимущественно солнечную и умеренно холодную погоду. Все эти дни осадки в городе будут маловероятны. Ветер будет дуть преимущественно с востока и северо-востока, будет весьма слабым. По ночам из-за выхолаживания приземного слоя воздуха ждем понижение до минус 23-26 градусов. Кстати, похолодание уже и сегодня ночью ожидается. Ну а в дневные часы станет заметно теплее благодаря солнечному прогреву. Завтра ждем около минус 12, в среду ожидается около минус 14, а вот четверг ожидается самым холодным днем. На этой неделе в дневные часы прогрев приблизится лишь к минус 16 градусов. И такой температурный режим будет на 3-5 градусов холоднее, чем в среднем обычно бывало в середине февраля. Изменения в погоде, как я уже сказал, ждем лишь в дневные часы пятницы. Ветер сменится на западный, с ним начнут поступать нам теплые и влажные воздушные массы. В город из-за этого придет потепление. В дневные часы ждем до минус 11 и начнется небольшой снег. В субботу атмосферное давление в городе вновь начнет повышаться. Осадки пойдут на спад, но будет еще тепло. Ночью около минус 14, в дневные часы около минус 12. Проводы зимы предварительно пройдут также при теплой погоде с несильным юго-западным ветром и дневным прогревом до минус 12. Ну а что будет дальше, сменится ли это потепление очередным кратковременным похолоданием, узнаем в следующий понедельник. Илья. Спасибо большое. Будем надеяться, что похолодания больше не будет. Это был Иван Гордеев и прогнозы гидрометцентра на эту неделю. Ну и к событиям культурным. В Красноярск впервые привезли выставку картин испанского художника Сальвадора Дали. Сегодня специальным рейсом из Санкт-Петербурга картины доставили в музей имени Сурикова. Эта выставка уже побывала во многих городах России, вот впервые приехала в наш город. Музей даже выделили отдельный зал, чтобы показать короткометражные фильмы, сюжеты. Их основаны на картинах известного художника. Мы привезли более восьми серий работ, достаточно знаковых для творчества именно Сальвадора Дали. Чем интересна эта выставка, это что впервые вообще в России мы ее представляем в формате как оригинальных произведений автора, художника, так и мультимедийное шоу, основанное именно на этих произведениях этого автора. Посетители смогут увидеть картины из серии «Божественная комедия», «Фаус», «Священное писание». Всего на выставке будет представлено 200 подлинных картин из частной коллекции Санкт-Петербургского музея современного искусства. Выставка пройдет с 16 февраля по 15 апреля. Входной билет будет стоить 350 рублей. Почему детям предлагают перенести зимние каникулы и какие дорожные знаки могут появиться в России? Об этом в рубрике «Новости коротко». С 1 июля Росстандарт вводит новые правила дорожного движения. Появятся дорожные знаки, на которых будут пометки экологического класса машин. То есть некоторые указатели будут организовывать проезд автомобилей в зависимости по их экологическому индексу. Например, запрещено движение транспорта, у которого экологический индекс меньше, чем цифра на знаке, то есть то, что введено в зеленый круг. Каждый водитель может определить свой экологический индекс согласно пометке в ПТС. Добавлю, что новые правила приведут и к новым штрафам на дорогах. А вот экс-губернатор Красноярского края Александр Хлопонин предложил перенести зимние каникулы. График должен быть гибким, а каникулы должны совпадать со снежным периодом. Таким образом, по словам чиновника, дети из спортивных школ могут больше времени проводить на тренировках, кататься на горнолыжных курортах. Отметим, что такая практика переноса зимних каникул уже существует у многих европейских стран. Через две минуты в новостях ТВК непридуманная реальная история. Женщина, которая отбывает наказание за убийство молодого человека, расскажет, до чего он ее довел и почему она приняла решение его убить. А через 17 минут вместе с вами обсудим тему домашнего насилия в прямом эфире. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. Он ее бил, а она его убила. В редакцию новостей ТВК написала женщина, жертва домашнего насилия, которая убила своего молодого человека. В письме она рассказала о своих отношениях с этим мужчиной, который неоднократно избивал и унижал ее. У женщины два высших образования, была хорошая работа, а сейчас она находится в исправительной колонии. Как она сама рассказала, за убийство ей дали пять с половиной лет, а также штраф, миллион морального и более 50 тысяч рублей материального ущерба. Напомню, наша съемочная группа встретилась с женщиной и прямо сейчас ее полное интервью. Это очень страшно. Страшно сознавать, что от моих рук человек умер. Моей дочери сказали, где я и за что, мои родные. Я была против. Дочь у меня имеет заболевание. Ну вот не выдержали, сказали. Что мой ребенок ответил, ответила моя дочь, что ну да, он же ее бил. Вспоминаю каждый день. Это однозначно. Бывает, ругаю его. Сама с собой что-то здесь делаю. Бывает, жалею. Бывает, что вспоминаю какие-то наши хорошие моменты. В последнее время действительно вот плохих, плохого я практически не помню. Я помню все только хорошее. Память все сделала, все плохое. Изначально мы когда познакомились с Мишей, у нас такой довольно красивый роман был. Так все было необычно. Прогулки под луной, признание в любви. И я уже женщина, которая перешла 30-летний рубеж. С ним мне казалось, что мне лет 20. Я себе казалась, и он мне младше, тем более на 6 лет. Я с ним ощущала себя молодой, юной. Мне это было приятно. Потом где-то под конец лета мы даже попробовали вместе пожить. И тут я обнаружила, что человек каждый день употребляет алкоголь. Пусть это было пиво, и пусть это была я как бы бутылочка в день, ничего страшного. Бутылочка, чтобы вы понимали, это полтора литра. В его представлении это было нормой. Я этой нормой не считаю. И сказала, что, наверное, мы рано с тобой сошлись. Нам нужно пожить пока отдельно. Откровенно поговорила. Он мне сказал, что он исправится, что с алкоголем будет все завязано. Я говорю, хорошо, я посмотрю со стороны. То есть хочешь, мы просто постричаемся, но не более. И через какое-то время я узнала, что человек употребляет наркотики. Для меня, конечно, все это было точкой. Все. Я уже поняла, что никакой жизни я с ним связывать не буду. Это однозначно. И, в общем, собралась расстаться. Но, как выяснилось, жестоко я ошиблась в своих планах. Расставаться он не хотел категорически. Ну и начались угрозы. Разобью тебе лицо. Потом уже и напрямую угрозу перешел. Угроза жизни. Я тебя убью, потому что в его понимании, раз я решила расстаться, значит, я ему изменяю. Значит, я нашла какого-то другого мужчину. Что мне говорилось, сдохни, говори, это твой единственный вариант. Я там плакала ночами, лежала, плакала. Мне было действительно страшно. Я поняла, что расстаться у нас с ним полюбовно не получится. Максимально растягивала наши ссоры, что ли. Максимально старалась не мириться. Максимально долго не общаться, не пересекаться. Ну, человек меня караулил либо возле дома, либо возле работы. Доходило до того, что он спал у меня в подъезде под дверью. Не уходил, пока не простишь. И если я категорически отвечала отказом, то получала либо плевок в лицо, либо удар, либо порванную одежду. Не единое же, ты уже слышу, осуждение. И женщин, и мужчин, которые с подобной ситуацией не сталкивались, они думают, что это все очень просто и легко. Первый вопрос. Почему ты от него не ушла? Ну, начнем с того, что я с ним и не проживала вместе. Я жила в своей квартире. Он ко мне приходил. Я где-то работала на своей работе. Он ко мне туда приходил. Он мне проходы не давал. Куда бы я могла уйти? Он тогда бегал за мной с ножом. Потом было у меня в доме на площадке. Соседи подтверждали на суде, что он швабры бил меня. Сломал буквально швабру. Утром 1 января накинулся на меня с кулаками. Потому что я отказала близости. Просто человек. Накинулся с кулаками. Кровь, синяки, слезы. Я кричала, плакала. Я вышла. Меня увидела моя дочь. В таком состоянии непотребно. Он мне, конечно, и угрожал до того, что если я напишу заявление, вернее, что если ты меня посадишь, я выйду, я тебя все равно убью. Ну, тут думаю, Бог будь, что будет. Я написала заявление через смешки, через мои угрозы прокуратурой, если они мне не примут заявление. Сотрудники полиции приняли. Меня вызвал участковый на беседу. Спросил меня, проживаем ли мы вместе. Я ответила, что нет, не проживаем. Общего хозяйства не ведем. Ну, участковый сказал, что раз не идете в общего хозяйства, значит, Макс, ему что грозит, Миша, это административная ответственность, что, собственно говоря, может вызвать дополнительную вспышку агрессии. Конечно, он пришел ко мне просить прощения. Через, не знаю, через неделю. Ползал, валялся в ногах, умолял, угрожал. И, в общем, я попала в замкнутый круг. Я не могла оттуда выбраться. Меня постоянно это давило, я постоянно переживала. Я не знала, как решить эту проблему. То есть алкоголь, наркотики, люблю, убью, прости. И все это было каждый, можно сказать, каждый день. Каждый день, каждый день. Распускание рук, хоть там где-то мелкие, где-то нет. Он начал мне бить кулаками по лицу. Кулаками, как мужика, как равного себе. Когда я попросила вызвать охрану или полицию, он начал пытаться выходить. Уронил меня, упала я на пол. Он через меня переступил. И начал мне за волосы вытаскивать из павильона. Он начал ко мне подбегать, плевать в лицо, отбегать. Подбегать, дергать за волосы, отбегать. Подбегать, наносить мне какие-то удары. Отбегать. Ну и все, конечно, когда он отбегал, он кричал мне какие-то оскорбительные вещи. И так это продолжалось до тех пор, пока он мне не дернул сумку. Из сумки выпал нож. Я в этот день была на корпоративе, я брала с собой нож на корпоратив. И все, я схватила нож. Схватила нож, нанесла удар. Я, не знаю, я не хотела его убивать. Я попала ножом в сердце. Действительно попала. На сути мне задавали вопрос, метилась ли я. И я ответила, что если бы я метилась, я бы никогда не попала. Когда он упал, я поняла, что что-то страшное произошло, не зазнаваясь до конца. Я начала плакать, кричать, звать на помощь. Кидаться под машины. Под машины, чтобы люди остановились, чтобы кто-то помог. Я не знала, как мне ему помочь. Как сделать так, чтобы он выжил. И все, я уже начала понимать, что что-то произошло такое очень страшное и серьезное. Приехали сотрудники полиции. Я не видела. Я его виделась живым. Я видела, как он дышит. Я молилась, молилась, кричала. В какой-то момент сотрудники сказали, что все, что его больше нет. Было очень страшно. Я не могла поверить, что это я сделала. Я долго пытала своего оперативника, следователя, что, может быть, все-таки он жив. Я говорю, я же не видела его мертвым. Он говорит, нет, Саша, все, похоронили. Я думала, что не откажутся. Это же стыдно. Стыдно иметь такую дочь. Представляете, вырастить убийцу. Это ужасно. Вообще иметь в семье убийцу. Мне его, конечно, жаль больше, чем себя. Его нет. Это очень страшно. Мне с этим жить. Наказание колонии – это не то. Мне всю жизнь жить с этим грузом. Со сознанием того, что от моей руки погиб человек. У него ребенок остался. Мне хотелось бы помочь. И перед ним тоже. Мне как-то хотелось бы максимально, может быть, какой-то там, не знаю, хоть, может, памятник поставить. Что-то такое. Что-то сделать. Эту тему сегодня готовы обсудить вместе с вами. Как вы считаете, что необходимо делать в такой ситуации? Уходить от человека, обращаться к психологу или вовсе переезжать в другой город? Делитесь своими мнениями по номеру 265-45-00. Пишите смс на номер 9020. Комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или присылайте вайберы ватсап по номеру 8-923-165-45-00. Первый в Сибири мини-маркет «Фасоль» появился на АЗС компании «Красноярскнефтепродукт». Проект реализован совместно с крупнейшим международным ритейлером «Метро» «Кэшнкэрри». О плюсах такого бизнес-сотрудничества для автомобилистов Мария Бухтуева. Быстрая еда, автопринадлежности – все, что может понадобиться в дороге. На эту автозаправку КНП на Грунтовой теперь точно будут выстраиваться очереди. Полноценный магазин с большим выбором и высоким качеством продукции «Фасоль-экспресс» теперь и в Красноярске. Открытие магазина на автозаправочной станции – совместный проект крупнейшей сети АЗС в Красноярском крае, «Красноярскнефтепродукт» и международной торговой сети «Метро Кэшнкэрри» в Сибири – это первая фасольная АЗС. В России третья. Это только начало наших приключений вместе. Это наш первый фасоль на АЗС, «Красноярскнефтепродукт». Я понимаю, что жители в этом прекрасном крае могут заправиться на еще 139 из них. Я надеюсь, что наша фасоль будет присутствовать на них тоже. В магазине представлено 2500 наименований товаров. Специально для открытия фасоли провели реконструкцию заправки. И теперь к услугам автомобилистов просторный торговый зал. Это уже, наверное, необходимость наличия нормального полноценного магазина на АЗС. И прежде всего, это возможность для автолюбителей, кроме заправки, приобрести товары народного потребления, которые необходимы ежедневно. Средний чек покупки в фасоли – 300 рублей. Продвигать идею малогабаритных магазинов фасоль на заправках КНП планируется и дальше. Мария Бухтуева, Валентин Тропин, Новости ТВК. Мы продолжаем. Прямо сейчас готовы обсудить с вами тему домашнего насилия. Что делать в ситуации, в которой оказалась женщина. История, которую мы рассказывали буквально перед рекламой. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем ваше мнение. Меня зовут Ирина. Я в своей жизни тоже пережила подобный статус, но не настолько жестко, как у этой девушки. Ее безумно жалко. Но моя такая, так сказать, позиция – надо бежать. Столкнулись с таким. Собирайте самое дорогое. Не бежать. Хоть на Северный поле. Года на два, на три. Как правило, все проходит, все успокаивается. И можно будет потом спокойно вернуться уже без всяких дерганий. И нельзя, конечно, до такого доходить. И доводить ситуации нельзя таких. Спасибо большое за ваше мнение. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Владимировна. Правильно женщина это сделала. Защитить себя, женщину, никто не может. Только сама себя. И таких подонков либо им в зону, либо правильно эта женщина сделала. Я ей даже очень довольна. Но понимаете, в колонии-то оказалась она… Прежде чем поднять руку на женщину. Так женщина… Прежде чем женщину обидеть, пусть подумает. Женщина, защищая себя, получила пять с половиной лет колонии. Зря ей столько дали. Ей надо вообще дать благодарность. Правильно она сделала. Чтобы им другим… Спасибо большое за ваше мнение. Прямо сейчас узнаем, какого мнения приерживаются пользователи социальных сетей. Зрители, которые отправили смс-сообщения. Илья Керпс анализировал ваше мнение. Илья знает, что в группе ВКонтакте настоящие страсти кипят среди подписчиков. Действительно, эту тему мы поднимали еще с прошлой недели. Давали анонс. И тогда уже люди начали выражать свои мнения. Сегодня я хочу начать с одной истории, которую нам прислала женщина из Девногорска. Она пишет… Дома сегодня злобствует зять в нетрезвом состоянии. Оскорблял дочь при внуке. Боюсь за их жизнь. Сердце уже болит. Угрожал пистолетом. Вероятно, газовым. Лично мне, тёще. Вчера ночью спать не давал. В данный момент ушел. Сидим и ждем, когда вернется. Обещал забрать вещи и уйти. Завтра поменяем замок в двери. Может, отстанет насовсем от моей дочери. Достал этими оскорблениями. И ребенок все это должен выслушивать. Тем более, зять ему не отец, а дядя чужой в полицию обращалась. Боимся, что хуже сделает. Вот такое мнение, такую историю нам прислали зрители. Другие пишут, что Коган убил двух человек и отсидел один год с небольшим. А она защищала свою жизнь и получила пять с половиной. Ирония. Не правда ли? Другие пишут, что у нас нет законов, которые защищали бы таких людей. Но раз так случилось, она же защищалась. Почему ее осудили? Я считаю, что это неправильно. Другие выражают мнение, что у многих такие ситуации бывают. Нужно думать, с кем связываешь свою личную жизнь. Или бежать от таких извергов. Вот такие вот мнения в социальных сетях. Илья, тебе слово. Спасибо большое. Это был Илья Керфц. Анализировали ваше мнение в социальных сетях и смс-сервисе. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я в 90-е годы пережила похожий случай. У меня был муж серьезный садист такой. Он избивал меня чуть ли не каждый день. Я потеряла двоих ребятишек. Я была беременна, когда он меня в последний раз избил. И в итоге я смогла только благодаря этому от него уйти. Я не знаю, чем бы закончилась моя ситуация. Возможно, тем же, чем и ситуация этой девочки. То есть, в этом плане, Наталья, вы понимаете то, что девушка совершила? Нет, я полностью на ее стороне. Единственное, что я не понимаю, почему ей дали такой большой срок. Спасибо большое за ваше мнение, за ваш звонок, за то, что поделились личные истории. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Я Нина Кирилловна. Спасибо, Нина Кирилловна, за ваше мнение. Прямо сейчас немного полезной информации, а после мы продолжим обсуждать тему домашнего насилия. Редактор субтитров А.Семкин